Пайрав Юнусов дорожный работник Ограничения сняли и с организаций по возведению многоэтажных домов, оказанию услуг по контролю, а также с карьеров и производителей стройматериалов. Но чтобы приступить к работе, фирме нужно получить разрешение в профильном министерстве республики. Комиссия будет принимать решение, исходя из трех основных принципов. Первое – это здоровье крымчан, недопущение распространения коронавирусной инфекции. Второе – влияние продолжения строительства данного объекта на социально-экономическое развитие республики Крым. И третье – это способность застройщика, либо генерального подрядчика обеспечить мероприятие, направленное на нераспространение коронавирусной инфекции. Указ главы Крыма дал зеленый свет и энергетическим, и коммунальным компаниям. Они уже лечат болевые точки. А на улице Проездной работают сотрудники водоканала. Они меняют аварийные люки, чтобы обезопасить здесь дорожное движение. Снова заработали и службы доставки, сервисные организации, а также пункты выдачи интернет-магазинов. Жительница Симферополя Ирина только что получила свой заказ – купила моющие средства для дома. Служба эта, конечно, очень нужна. Почему? Потому что здесь можно выбрать товар немного ниже цены, которая в магазине. Тем более сейчас в наше время, когда цены везде, можно сказать, даже по магазинам есть, я встречалась, они завышенные. А вот образовательные учреждения Крыма так и продолжают работать в дистанционном формате до 30 апреля. Учителя работают дома, но мы благодаря системе электронный журнал «Элжур» имеем возможность контролировать качество проведения уроков. Мы видим, сколько детей присутствует на уроках. Мы видим формат представления новой информации учителям. Таким образом осуществляем контроль. По заявлению родителей, для учеников начальной школы разрешается организовать дежурные классы. Пока большого спроса не наблюдается. А вот в детских садах такие группы востребованы. В Симферополе они есть в трех садах в каждом районе. Принимаем деток тех категорий, которым не предоставлена самоизоляция и нахождение дома на домашнем режиме. Это категории, которые выходят на работу и им не с кем оставить своих детей. Меры профилактики вирусных заболеваний сейчас усилены особенно. Два раза в день всем меряют температуру, обрабатывают руки антисептиком. Кроме того, согласно указу главы Крыма, администрации городов и районов должны обеспечить детей льготников сухим пайком. Екатерина Серегина и Евгений Гарбузов. Утро нового дня.